Детский травматизм Я понимаю, что вас как специалиста с большим опытом уже сложно удивить Есть все-таки кислые такие истории за последние несколько лет? Безусловно, историй очень много И можно вспомнить недострой, когда дети гибли под разрушенными зданиями Можно вспомнить и зимний период, когда от взрыва петарды ребенку оторвала кисть И в принципе ребенок остался глубоким муалидом на будущее Это все впечатляет Это оставляет след не только в душе у родителей Это оставляет след у тех людей, которые с этим сталкиваются Свежая история Мама катала парня по-советски на роликах Прицепив его за свой автомобиль Вы знаете, наверное, больше глупости со стороны взрослого человека сложно придумать Все делается разве, наверное, ради лайков в Инстаграме, ради хайпа Ради какого-то такого выпендрежа, который позволяет потом Наверное, глупо хвастаться перед ровесниками Но умный поймет, что это просто бесполезно и это трагически иногда И еще из актуального детский домашний травматизм Почему из года в год, в том числе в этой студии, мы достаточно часто говорим И про москитные сетки, про открытые форточки в доступе И про розетки в доступе И про ту же чашку кипятка, которая может стоить жизни Ведь не зря говорят, что дети не ищут опасности, дети играют Это маленький любознательный организм, который во всем ищет какой-то интерес Он пытается познать свой мир Естественно, для него мир — это его окружающие Это его родные и тот быт, с которым он сталкивается И в этот быт, к сожалению, попадают те предметы, которые доставляют наибольшую опасность Это и кипяток, и те же москитные сетки Нужно быть очень внимательным, очень бдительным Поскольку только этим, только своим вниманием мы можем предупредить трагедию Теплые деньки, пик травмирования По понятным причинам, на что обязательно стоит обратить внимание Топ-5 нельзя от главного ортопеда-травматолога области Да, действительно, наверное, с приходом тепла возникает больше работы у всех У всех субъектов профилактики по детскому травматизму, в том числе и у нас Наверное, с приходом тепла бы я на первое место поставил это водоемы В различных своих ипостасях, будь это ныряние, будь это купание в бассейне Будь это купание в копанке или в маленьком пруду, или на речке Трагедия может поджидать везде Конечно, большое значение имеют летние костры, как и называли летний огонь Это либо выпал сухой травы, либо разведение пикника, шашлыков, когда есть возможность получить ожоги Безусловно, это крыши зданий Когда в виде того же хайпа, в виде некого клика в социальных сетях мы подвергаем себя риску Это те же дорожно-транспортные происшествия, когда молодая наша поросль, когда наши тинейджеры Пытаясь каким-то образом выделиться среди сверстников, ездят и без мотошлемов, ездят на большой скорости Ну и, наверное, это все-таки такой бытовой и спортивный травматизм Поскольку в любом случае в теплые весенние дни дети больше времени проводят на улице Подводя черту, предвижу фразу от зрителя-скептика За каждым шагом ребенка не уследишь И ведь они тоже будут правы Как быть? Безусловно, у ребенка должно быть детство Но не нужно следить, с ребенком нужно разговаривать Как бы мы ни любили, как бы мы ни уважали своих детей Мы должны всегда и вовремя сказать слово «нет» Нужно поставить себя на его место Нужно посмотреть, как бы мы посмотрели на эту проблему Как бы мы посмотрели на тот интересный момент, который хотелось бы ему совершить И, возможно, мы смогли бы донести Нужно всегда разговаривать Нужно видеть в ребенке равного И разговаривать с ним на равных Нужно пытаться донести до него ту опасность И то будущее, которое может грозить в случае трагедии Что ж, действительно повод задуматься Спасибо за это интервью Успехов в делах И до встречи в эфире